Друзья, всем привет! Меня зовут Женя Панасюк и я по-прежнему путешествую по островам в поисках новых приключений. Итак, в прошлой серии я распаковал китайскую ловушку с Алиэкспресс для ловли рыбы. Но для того, чтобы ее использовать, мне понадобилась наживка. Я взял свой арбалет и погрузился под воду, чтобы ее поймать. Морского ежа и мелкую рыбу я порезал на маленькие кусочки. Все это перемешал и запихал в пластиковую бутылку. Взял ловушку с собой и нырнул под воду. Разложил ее недалеко от кораллового рифа. С помощью камней загрузил, чтобы ее не снесло сильное течение. С пластиковой бутылки высыпал всю наживку вовнутрь и небольшие кусочки на входе. И наконец-то, через какое-то время в мою ловушку заплыла огромная агрессивная мурена. Я потратил очень много времени и сил для того, чтобы заснять этот момент. Возвращался под воду, менял в камерах батарею. И да, удача, мне удалось поймать наживо этот момент и показать вам, как же именно работает эта ловушка. Когда я приплыл, я был очень рад, что ловушка сработала, а больше всего был рад тому, что камера все это засняла. Пока я радовался и показывал вам рыбу в камеру, мурена нашла выход и спокойно выплыла с ловушки. Но без еды я не остался. Использовал свой арбалет и поймал рыбу. Ее почистил, немного посолил и сделал сашими. Это было достаточно вкусно. Но как оказалось, многим зрителям не понравился тот момент, что мурена ушла с ловушки. Мой жест доброй воли не оценили зрители. И сказали, как же так, Жека, ты дал уйти своей добыче? Или же ты просто боишься поймать мурену и приготовить ее, чтобы съесть? Окей, друзья. Вызов принят, я вас услышал. Погнали. Сейчас на всякий случай поменяю свежую батарею. И вернусь, поставлю еще камеру возле ловушки. Возможно, удастся что-то поймать. Кстати, друзья, я не помню, я рассказывал вам, показывал. Я протюнинговал свое ружье, поставил туда уже три тяги. Теперь я могу в коралловом рифе охотиться с одной из двумя тягами. А если охотиться в голубой воде, то есть там, где глубина километр и большая вода, большая рыба. Я смогу заряжать на три тяги и при этом имею маленькое, короткое, удобное ружье для моих путешествий. И в то же самое время за счет трех тяг очень большую убойность. Это круто. Этот арбалет делали мне под заказ. Здесь даже есть мое имя и фамилия. Несмотря на то, что этот арбалет сделан с дерева, ручка на нем съемная. А также внутри него стоит очень прогрессивный и надежный спусковой механизм. Катушку я не использую. Гарпун зафиксирован только с помощью линя. Арбалет делали специально для меня под мои характеристики. Длина арбалета метр двадцать. Для морской подводной охоты это достаточно мало. Но учитывая то, что я много путешествую с арбалетом на спине, мне нужна хоть какая-то компактность. Чтобы компенсировать небольшую убойную силу, я и установил на этот арбалет три очень мощных резиновых тяги. И таким образом я получаю достаточно компактный арбалет с большой убойной силой. Итак, я взял свой арбалет. В экшн камере поменял новую батарею и отправился под воду к своей ловушке. Чтобы снова установить камеру и показать вам, удастся ли сегодня мне снова что-то поймать в ловушку. Но когда я доплыл к ловушке, меня ожидал там большой сюрприз. Посмотрите, с правой стороны от ловушки уже к моей наживке плывет еще одна большая мурена. Но в этот раз она белого цвета с черными пятнами. Этот цвет выглядит еще опаснее. Посмотрите, мурена еще не нашла входное отверстие в ловушку, но запах рыбы внутри нее уже унюхала. Она заплыла под ловушку и пыталась съесть рыбу через сетку. Сначала она меня заметила, подняла голову и смотрела в мою сторону. Я решил не терять времени и быстро установить камеру рядом с ловушкой, чтобы снова попытаться поймать момент, когда мурена заплывет вовнутрь ловушки, чтобы еще раз вам показать, как она работает. Я понимал, что мое присутствие отвлекает и настораживает мурену. Она вытянула свою голову и смотрела то на меня, то на камеру. Я решил не мешать, не трогать мурену с помощью арбалета, а оставить ее, чтобы поймать этот долгожданный момент на камеру. Но я старался быть максимально неподвижным и мурена дальше занялась своим делом. Пыталась как-то прогрызть эту ловушку, чтобы достать рыбу. Зафиксировал камеру и поплыл себе заниматься подводной охотой. Посмотрите, эта мурена выглядит совсем по-другому. Она совсем другого цвета и у нее белый рот. А вот эта же рыба-дудка. Она все еще на месте. Жаль, на моем пути она не встречалась. Я бы ее поймал и приготовил. Ранее я уже ловил эту рыбу и она достаточно вкусная. Я же в это время плавал под водой, рукой игрался с песком, чтобы таким образом привлечь внимание небольшой коралловой рыбы. Всматривался под камни, искал новую добычу. И через какое-то время вернулся к ловушке, чтобы проверить, залезла ли мурена во внутрь ловушки или еще нет. Когда я приплыл, я немного расстроился, потому что мурены внутри ловушки не было и под ловушкой ее тоже не было. Но я не терял надежду. Проверил наживку, проверил камеру и оставил ловушку еще на какое-то время и поплыл дальше. И услышал какой-то подозрительный шум над головой и холодные капли на моей спине. Это был холодный тропический дождь. Итак, попытка номер два. Я приплыл, а там как раз опять какая-то белопятнистая мурена мастилась в мою ловушку. В общем, друзья, я как обычно жертвую добычей ради красивого кадра. Очень часто, вы даже не представляете, процентов 60 я... На самом деле процентов 60 добычи я всегда теряю чисто ради того, чтобы поймать хороший кадр. Здесь или-или, или ты снимаешь красивый кадр, как ты поймал, или же просто быстро действуешь и забираешь свою добычу. Но я выбираю первое, чтобы вам показать этот момент. Поэтому очень часто, на самом деле, за кадром очень много упущенных моментов. Посмотрим, залезет ли вторая мурена в камеру и в ловушку, вернее. Посмотрим. Пустился дождь. Я вернулся, чтобы спрятать рюкзак в пещеру, потому что аппаратура намокнет. Уже очень скоро будет сезон дождей. И такие вот тропические проливные дожди будут идти все чаще и чаще. Нужно обзавестись каким-то компактным хорошим тентом, чтобы он все время был у меня в рюкзаке. Давайте же посмотрим, что в это время происходит под водой. Несмотря на сильный дождь на поверхности воды, мурена все-таки вернулась. И снова снизу ловушки попыталась достать нарезанную рыбу. Своими острыми зубами она пыталась прокусить сетку и достать добычу. Потом заплыла еще глубже под ловушку. И с нижней части искала отверстие, через которое она могла попасть вовнутрь. Ее сильно привлекал запах мяса. Но она никак не могла понять, куда уже заплывать в эту ловушку, чтобы его достать. В очередной раз мурена сдалась и уплыла. А я в это время дальше продолжал заниматься подводной охотой с помощью моего арбалета. Поскольку рыба здесь небольшая, я использовал всего две резиновые тяги. Их мощности для такой рыбы хватит с головой. Посмотрите, какая стая большой черной рыбы. Выберу самую крупную, прицелюсь и сделаю выстрел. Есть, я попал! Посмотрите, рыба сошла с моего гарпуна. А все потому, что во время прошлой подводной охоты я отломал флажок. И рыба на гарпуне совсем не фиксируется. Обидно, очень хорошая рыба сошла. А в это же время возле моей ловушки снова появилась эта красивая рыба-дудка. А также по свою добычу снова вернулась эта же настойчивая белая мурена. Мурена оплывала мою ловушку с разных сторон и пока что ей не удалось найти входное отверстие. Кстати, во время подводной охоты, во время такого сильного дождя, находясь под водой, намного теплее, чем снаружи. И когда я вернулся к ловушке, я был очень рад, потому что я увидел эту мурену снова. Но в этот раз я последую вашему совету и не дам ей уйти. Прицелился и сделал точный выстрел. Выстрел был очень точным, но на всякий случай я достал нож и дополнительно успокоил свою добычу. Ну что ж, друзья, сегодня мне все-таки удалось наконец-то поймать мурену. А теперь нужно возвращаться на берег, чтобы ее почистить и попробовать как-то приготовить. Выглядит она очень страшно и совсем не аппетитно. Но у меня нет выбора. Достаточно хороший кусок мяса. Чем-то похоже на змею. Достану свою сумку для добычи и вкину мурену туда. Мурена достаточно большая. Мне этой добычи сегодня хватит. Поэтому складываю свой арбалет. Вытяну все камни со своей ловушки. Вытрясу наживку, которая осталась внутри. Сложу ее и заберу ее с собой. Пришло время возвращаться на берег. Хочу сказать большое спасибо Котекину Михаилу за комплимент и за донат в поддержку моего канала. А также Стас Накахов. Привет! Для тех, у кого есть возможность и желание поддержать мой канал, ссылку на донат я оставлю в описании под этим видео. Ваши донаты помогают ускорить процесс съемок новых серий. Спасибо! В первую очередь нужно найти сухие дрова. Буду искать под скалами. Здесь по-любому... Здесь дождь не должен был достать. Плюс океан тоже не будет омывать. Поэтому есть шансы найти сухое дерево или бамбук, что, в принципе, одно и то же. Вот, смотрите, здесь. Вот оно. О, на этом фрагменте бамбука можно будет приготовить мурену. Еще угли остались. На них можно и приготовить. Все как обычно. Сначала наломаю мелких веток, а потом ветки покрупнее. Все это складываю домиком. А снизу подложу пух и с помощью огнива добуду искру и разведу огонь. Для того, чтобы развести огонь, буду использовать пух и огнива. Вот это добыча. Ну что ж, друзья, вы просили, чтобы я, наконец-то, поймал мурену и приготовил ее на костре. Чтобы попробовал, какая же она на вкус. Кто-то говорит, что она даже ядовита. Ну, в общем, сейчас я буду с этим разбираться. Честно скажу, по аппетитности она ничем не лучше, чем тот варан, которого я поймал в мангровом лесу. Вот это добыча. Уже не терпится приготовить ее на костре и попробовать, какая же она на вкус. Ну что ж, меньше текста, пришло время почистить эту рыбу. Итак, сначала я попытаюсь ей отрезать голову. Посмотрите, какой у нее большой рот и острые зубы. Но, как оказалось, почистить мурену не так и легко. У нее очень прочная кожа. Поэтому сначала попытаюсь избавиться от нее. А потом уже порезать рыбу на куски. Но и почистить от кожи оказалось очень непросто. Между кожей и мясом есть какая-то жирная прослойка. И рыбу даже мертвой удержать в руках очень сложно. Хорошо, тогда попробую выпустить внутренности. Посмотрим, что она сегодня ела. Несмотря на совсем небольшой размер рыбы, желудок у нее очень большого размера. Наконец-то мне удалось избавиться от этой страшной головы. Уберу ее в сторону. Так рыба выглядит немного аппетитнее. Так, что-то выпало с живота. Это же кусок головы той рыбы, которую я нарезал в качестве наживки. Она успела ее съесть. Мясо мурены выглядит достаточно аппетитным. Белое и чистое. Но избавиться от кожи мне так и не удалось. Я потратил на это очень много времени. Друзья, почистить ее от кожи просто нереально. Насколько крепкая эта кожа. Я теперь понимаю, почему люди не ловят мурен и не кушают. Очень крепкая. Она как змея. Почистить не удается вообще. Я буду жарить ее просто на углях. Кожа как раз это обгорит. А внутри мяско я съем. Нужно сделать шампур, на котором буду жарить мурену. Теперь этот кусок бамбука я хочу расколоть на две части. Но не до конца. А чтобы образовался такой себе бамбуковый зажим. В общем, вы сейчас все сами поймете. Сюда зажму ее между бамбук. Завяжу здесь. Так, достану мурену. И попытаюсь ее зафиксировать на этой бамбуковой шпильке. Самой тонкой частью мурены в нижнюю часть. Просто обматываю вокруг этого бамбука и зажимаю внутри. Вот так вот выглядит мой шашлык из мурены. Кладу его сверху на угли. Пусть хорошенько поджарится. Друзья, а вы бы хотели попробовать мурену на вкус? И как обычно по традиции, оцените аппетитность этого блюда от 1 до 10. Я ставлю твердых 3 балла. Солнце заходило за горизонт, а моя добыча жарилась на костре. Также у меня осталась еще засоленная рыба. Ее тоже положу на угли. Пусть поджарится вместе с муреной. Хребет и голову этой рыбы тоже поджарю. Лично я очень люблю кушать мясо, которое находится на костях. Для меня это самое вкусное место. А чтобы мясо не пригорело, закрою его сверху кожей. Сверху я накрыл большим раскаленным камнем. Его температура будет дополнительно поджаривать рыбу сверху. Получилась вот такая вот двухсторонняя духовка. В такой печи рыба приготовится и быстрее, и качественнее. Вы только посмотрите на этого совсем малюсенького краба. Очень красивый и забавный. Совсем как какой-то маленький паучок. Спустя 15 минут пришло время попробовать филе рыбы. Мясо этой рыбы очень нежное и жирное. Это уже другое дело. Только единственная рыба, эта филешка, получилась сильно соленая. За счет того, что я ее мариновал. А сейчас соль вся расплавилась и зашла в мясо. Достаточно соленая получилась, но вкусная. Сейчас доберусь к мурине. На вкус мне понравилось. Посмотрите, чем-то похоже на кусок нашего сала. Как же я скучаю за нашим салом. Да, эта рыба была очень вкусной. Но пришло время пробовать самое главное блюдо. Вот эту вот страшную мурену. Вот это змея. Такого я еще не ел. Так, ну что, коронное блюдо. Вот эта вот змеюка. Уже прожарилась достаточно. А, блин, какая горячая. А, хо-хо-хо. Охи горячая. Мясо жесткое и достаточно упругое. С помощью ножа почищу ее от кожи. Ну что, первая проба мурены. На рыбу это совсем не похоже, честно. Она больше похожа на того барана, которого я ел в манговом лесу. Жесткое мясо. По вкусу совсем не мурена. Реально какая-то ящерица больше. По вкусу. Мне кажется, что змея точно такого же вкуса. Вот честное слово. Я буду кожу отдирать по-любому. Ходят слухи, что она токсична. Что есть какие-то там токсины в этой коже. И они чуть ли не ядовитые. Я не хочу испытывать судьбу на себе. Почистить ее с помощью ножа было просто нереально. Поэтому я и рассчитывал на то, что она обгорит в костре, в углях. Я ее сниму, как вот сейчас снял. Смотрите, как хорошо получилось. И съем чистое мясо. Не, ну реально, она похожа больше на змею, чем на рыбу. Посмотрите. Вот это да. Горячая зараза. Блин, я не знаю, с чем ее сравнить. Ну реально, больше всего похоже на барана. Ну раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой вердикт. Мурена на вкус невкусная. Мне не понравилась. Ну, есть у нее нормальный вкус, ничем не воняет. Но ее, наверное, нужно с какими-то приправами готовить. Потому что какое-то странное ощущение. При том, что что я уже только не ел, не знаю, мне не зашла. Неплохо, неплохо. В условиях выживания это хороший источник еды. Я надеюсь, что она не токсичная и со мной будет все хорошо. Если что-то будет не так, я обязательно вам об этом расскажу. Но в любом случае, как обычно, я повторяю. Не повторяйте за мной. Я все делаю, стараясь изучать тему перед тем, как что-то делать. Но, тем не менее, я делаю ошибки. Я уверен, я делаю ошибки. Пусть эти ошибки остаются только у меня. А вы на них учитесь через мониторы ваших компьютеров. Не повторяйте мои ошибки. Не делайте это все очень опасно. Оно того не стоит. Хотя... Солнце опускалось за горизонт. Я смотрел вдаль и планировал уже следующее видео. Мне в голову пришла идея вернуться к лагерю, который я сделал в банановой роще. Немного восстановить там крышу. Посмотреть, удалось ли мне собрать пресные воды. А также взять эту ловушку на крабов. И попробовать ее же использовать в мангровом лесу, чтобы поймать крабов. Если вам нравится такая идея, поддержите это видео пальцем вверх. Или напишите мне в комментариях. Жека, попробуй поймать гигантского болотного краба с помощью этой ловушки. Наступила ночь. Я развел костер в своей пещере и сел согреваться. Нужно хорошенько набраться сил и подготовиться к новым приключениям. А если вам понравилось это видео или было чем-то полезно, Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал и не пропускайте новые видео. Делитесь со своими друзьями и как только эта серия набирает 12 тысяч лайков, я сразу же опубликую продолжение. Всем пока, друзья. Спасибо за просмотр и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok